приветствую вас друзья меня зовут евгений додалев в эфире программа золотая реван аркадьевич знакомы сапрамович да ну так мы не друзья но но то есть у вас есть представление об энергетике человек то есть борис абрамович был даже моим клиентом в ранние 90 по по каким то еще по логовазу вам не кажется что вот он просто как-то избыточно демонизирован его образ березовского и что он очень много сам для этого делал что ему хотелось вот быть таким вот я не знаю каким-то в глазах социума серым кардиналом таким вот злодеем вы знаете вот то что я сейчас скажу возможно со мной профессионалы поспорят но насколько я пришел к выводу что все геи линии человечества были либо эпилептиками либо шизофрениками ну потому что нарушение функции мозга проявляющиеся в виде болезненных проявлений они же давали возможность совершать какие-то гениальные открытия вещи так далее борис абрамович с моей точки зрения обладал ну скажу так возбудимой психикой он придумал гениальные совершенно схемы мы не не в плане хороший плохой а в плане оригинальности в плане для технологичности да вот и с другой стороны был невероятно наивен и доверчиво невероятно да вот мне тоже кажется что он был романтиком да он был осуществлен романтиком да это не вяжется с его публичным имиджем и его проблема заключается заключалась в том что он сам искренне верил тому что ему хотелось чтобы было то есть у него не было критического восприятия реальности то есть если мы говорили буря ты невероятно красив он пользуется успешно да да здесь мы не про деньги говорим да именно про вода какой-то такой такой публицист марин лиско назвал его хрестоматийным носителем русскоязычного менталитета то есть то есть таким классическим русским который полагается на авось чем вызвало раздражение у ряда скажем так своих коллег и публицистов как вы кажется это русский характер скорее всего да и дело все в том что близобранович был очень добрый человек вот с моей точки зрения вот я не не профессионал абсолютно но если меня бы спросили в двух словах описать русский характер вот что чем русский характер отличается от любого я бы сказал доверчивость и доброта ну это как-то модно за словом духовность я не люблю это слово что не понимаю его значение доверчивый и добрый это видно и в нашей политике и в нашей экономике и в наши ну да во всей нашей истории доверчивый и добрый он был доверчивый он был добрый и с этой точки зрения да это русский характер с другой стороны и у щедро был кстати говоря он был щедро что тоже характерно для русского характера с другой стороны русский характер он немножко все таки с линцой ну в общем с линцой мы или не сможем придумать как них не работая достичь результата бы это сделать это было не про него это это был вечный двигатель это был просто вечный двигатель просто он это я не найдет как ртуть не нельзя бы представить себе его в моем представлении нельзя предположить его в неподвижном состоянии он все время что-то генерировал что-то делал вот тут вот такой будет когда-нибудь как я правда не знаю как правильного ударение боепик или боепик но вот как бы снят фильм про такого персонажа как борис березовский где-нибудь у нас не знаю я думаю что это очень интересно было бы фильм очень интересный причем если делать его как биографию это наверное было бы не очень хорошо а если взять за основу и сделать этого художественный образ это же в общем речь идет о невероятной трагедии авантюриста не нахожественный образ есть есть уже владимир мошков играл в фильме как это олигарх да нет это 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 очень далеко от биографии это как бы навеяно навеяно да как в том анекдоте это мне шлема напел нет я имею ввиду близко к биографии близко к биографии но с некоторым художественным вымыслом домыслом вот ну как фильм спасибо что живой это про высоцкого это очень близко к высоцкого но там есть элементы которого в жизни высоцкого не было как вам кстати эта работа она незназначные вызвала отклики мне очень нравится актерская работа астрахана да неожиданно в каждом деле нужен свой дилетант да 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 великолепный актер великолепный совершенно говорил говорил да вот нет не могу сказать что я фанат этого фильма вы это не раскрывает характер высоцкого понимаете это может быть есть претензии на то чтобы раскрыть беду трагедию высоцкого но характер высоцкого я его узнал другим вы были знакомы с семеновичем не 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 близко но да конечно а вот акиньшина вы же очень хорошо знаете оксану у леонида вермольника который прототип а насколько убедительно она акиньшина сыграл ну с моей точки зрения я не знал скажем ту оксан вот того времени но сегодняшняя оксана которую я знаю намного умнее намного сильнее как личность чем чем в персонажах фильма ну там имеется 18 или 2 я не знал тогда я поэтому Не могу судить. Ушли от ответа. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!